В Чебоксарах проходит 11-й по счёту Международный кинофестиваль. Сегодня у нас студии продюсер, журналист и писатель Ольга Лаптева. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я для начала хочу рассказать зрителям, что среди бесчисленных проектов Ольги, среди так называемой тревел-журналистики документальных фильмов мультипликации и гастрономической платформы «Вкусно». Да, я знаю, есть такие книги, как «Национальная и современная чувашская кухня» и «Сердце Чуваши». Это к столетию Чувашского драматического театра. И вот в одном из интервью вы говорили, что Чуваши не отпускает. Абсолютно. Вот, с какого момента началась ваша, мне кажется, такая взаимная любовь с нашим краем? С первого. Как только, мне кажется, я вышла из поезда. Это была ещё моя журналистская практика. Меня приглашали как журналиста освещать Чебоксарский кинофестиваль. Знаете, я уже неоднократно говорила о том, что всякий раз я очень скучаю. И я еду за этим небом невероятным, за этой синью, за этим цветом, за свежим ветром, вот бесшабашным, абсолютно наглым, который налетает совершенно неожиданно, целует в щёки. Вот это забыть совершенно невозможно. Более того, мне очень нравится простота и внутреннее достоинство людей. Неторопливость, открытость, такое чистое сердце. Не знаю, я всем сердцем полюбила эту землю. И мне всякий раз, каждый год, очень хочется приезжать и очень хочется быть полезной. Поэтому, кроме того, что я работала как журналист, последние три года я приезжаю сюда как продюсер и привожу свои документальные фильмы. Мы уже показали в позапрошлом году «Шесть дней» о создании еврейской скульптуры. Очень интересный такой фильм. В прошлом году была рабочая версия документального фильма «Недельные первые километры войны». И спасибо дирекции за то, что они взяли. И мы сделали такой короткий анонс. И в прошлом году я представляла программу «Союз мультфильмов». Мы детям показывали мультики. И в этом году я привезла три фильма. Полную версию «Недельные первые километры войны». Этот фильм пройдет завтра в госстудии «Чувашкино» на Яковлево 12А в 16.00. А сегодня в 16.20 там же демонстрируется фильм «Снеговикам тут не место». Это короткометражка на 7 минут, которую мы сняли буквально этой зимой. И прям вот буквально домонтировали, поставили титры. Я его привезла. И после этого сразу в рубрике «Документальное кино» мы показываем «Многоголосие Байкала». Это документальный фильм 16-го года, который уже с призами. Это о этническом пении башкирском, о национальной культуре Башкирии. Такой очень интересный и форматный фильм как раз в режиме фестиваля. Вот могу сказать, что «Недельные первые километры войны» я видела. Это зрителям хочу сказать, что действительно то, что стоит посмотреть. Но вот, как мне кажется, тема «Великая Отечественная» – это то, что всегда цепляет. Но, во всяком случае, меня. А вот остальные фильмы, остальные темы. Почему вам важны? Или даже можно так сказать, почему зритель должен их увидеть? Ну, во-первых, я дополню про «Недельное». Вы знаете, действительно, это очень чуткий, очень трепетный, невероятно жизненно правдивый получился фильм, который… Это было порядка десяти презентаций и в Москве, и там, где мы снимали. И были залы и на 800 мест, и на 200, и на 50, и на 10. И, знаете, никто не выходит из зала, и очень многие люди плачут. Но самое главное – они начинают вспоминать своих родных. От кого они произошли, и как это все получилось. Это интересно. Вот. И там нет вот этой вот какой-то навязчивой идеологии и всего прочего. Там просто очень живая, открытая, прекрасная история. Кстати сказать, компания Mail.ru поддержала меня с этим фильмом. То есть они вышли сами с инициативой. И 9 мая в «Одноклассниках» мы его транслировали. И у нас было 586 тысяч просмотров, 5000 классов и 700 перепостов. Это очень хороший результат для кино. И сюда я его привезла для того, чтобы дать возможность посмотреть его. А два других – один для детей, а второй – про этническую культуру. Это как раз… Ну вот про этнику здесь, только здесь Чебоксарский фестиваль собирает эти уникальные фильмы, которые можно посмотреть здесь и сейчас, а нигде больше. Это же очень интересно. Это как сказки. Это как палитра красок. Когда вы тоже… Я слушала ваше интервью, да, когда вы говорили как раз про недельное. Вы рассказывали, как вы собирали информацию. Это и вспоминания вашего собственного деда, да? Нет. Это воспоминания очевидцев, которые… Вот из них, из пятерых, живы остались уже только трое. Деду я посвятила, потому что он построил это село. И потому что, когда он умер, все пришли провожать его, и там плакало такое количество людей. Это было так искреннее. Это была такая искренняя горечь, что я потом задумалась, чем я могу отдать этой земле. Чем я могу поговорить с ним. Вот что я могу сделать такого, чтобы это было полезным, это служило, это было бы таким вот диалогом, такой данью. В любом случае, да, через него. Да. И у этих людей теперь есть вот свой фильм об их земле. Это что мне помогал и Музей Победы на Поклонной, и Музей обороны Москвы, и Мосфильмы, и Госфильмофонд, и масса других людей, которые внесли свои деньги, так или иначе давали консультации, курировали фильм, включались туда, помогали на следующем этапе. Юридическая помощь Миши Берадзе, без которого эта картина не состоялась бы, с его компанией «Инкларк». И потом многие и многие еще. Вот да, вы собирали, вы общались с очевидцами, да, вот по другим картинам. Как здесь собирали информацию? Какие вы вообще помните случаи интересные? Была история у моего партнера Юры Бабаханова, значит, о снеговиках. И она его так зацепила, он заканчивал как раз высшие режиссерские курсы, и ему он должен был сделать дипломную работу. И он как-то собрался, сел, и в течение какого-то промежутка времени написал сценарий. Позвонил и сказал, начинаем съемки. Знаете, это была классика кино, то есть у нас заканчивалась зима в Москве, а там же нужно вылепить снеговиков, и всю историю, несмотря на то, что она на 7 минут, да, все равно несколько дней нужно снимать, найти погоду, и желательно, чтобы шел снег и так далее. И вот мы нашли уже все локации, и получилось так, что эти локации сорвались. И мы в течение двух следующих дней все должны были перестроить на Москву, и, в общем, мы это сделали, и начали съемки. Был жуткий мороз, но, в общем, как-то мы беспокоились о детях, все мы это организовали, потом посмотрели фильм, оказалось, что он более затянутый, нам бы его сократить, что мы сделали очень много диалогов, и нужна досъемка. А уже в Москве наступила весна, и снег стал сходить. И, в общем, мы уже его дорабатывали. Классика жанра, да, когда нужен снег, а он прошел, снега нет, и мы его организуем. И девочку постригли, и у нее уже не было этих косичек. Ну, в общем, как-то извернулись, доработали фильм, сделали перемонтаж, и, в общем, на 7 минут, вот сейчас он готов. Это о дружбе двух детей, которые помогают им преодолеть страхи. Вот там снеговики, они представляются таким страшным, мистическим таким вот образом. Они, правда, у нас, ну, это можно посмотреть. 7 минут это недолго, но вот получилась история. Ну, что ж, эти фильмы можно увидеть будет сегодня и завтра, да? На площадке кинофестиваля. Мы с вами встречались в прошлом году. Я помню, что у вас в планах было, во-первых, организация здесь, кулинарного такого гастрономического фестиваля. Да. И еще был фильм о родине Чапай. Вот судьба этих проектов какова? Значит, мы работали в прошлом году с некоторыми из... с некоторыми людьми из Чебоксар, но до сих пор, пока вот эти гастрономические туры, они некоторым образом застопорились. Вот здесь как-то у вас не очень получается с организацией. Я бы с удовольствием. И я планировала у меня в разработке книга о чувашской современной кухне. И с этим тоже чуточку застопорилась. То есть, может быть, недостаточно просто активной, или, может быть, недостаточно вовремя поднятая эта тема чуть раньше, чем есть готовность у людей. То, что касается родины Чапай, в прошлом году мы практически нашли финансирование, уже сделали стартап, написали режиссерскую экспликацию, уже сделали сценарий. И в какой-то момент вот что-то такое... Может быть, я рано об этом сказала. Потому что есть такое поверье, что пока ты не начал какой-то процесс, молчи об этом. Я была настолько радостна, что вот я сделаю какое-то правильное дело для вас и войду в диалог с тем, что я сделаю что-то для Чуваши, что я об этом сообщила. Вот теперь я об этом буду молчать. И когда я сделаю, то у нас уже будет какой-то результативный такой разговор. Но я все-таки думаю, что это получится, выйдет в любом случае. Вы знаете, я готовлю, я прикладываю силы, поэтому если закрывается одна дверь, то я стучусь в другую. Так или иначе, я думаю, что мы как-то проломим эту историю, и она будет, и мы вместе порадуемся. Ну да, потому что, судите, потому что я видела, да, по тем вашим работам, очень хочется, чтобы что-то было такое. Очень хочется, потому что это все с душой, с открытым сердцем, с хорошим профессионализмом и с большим таким энергоемким потоком. И это все работает. Это работает как ресурс. Мне очень хочется притворить эти проекты в жизни. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, друзья, мне кажется, Международный кинофестиваль для нашего города – это такое событие, которое не стоит пропускать. Следите за афишей. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok